все процесс пошел зафиксировали меня зовут алексей хлопотов я из города нижний тагил по своей специальности по работе небольшая у меня рекламно издательская фирма но больше я известен тем что рекламирую и продаю наши тагильские танки так сказать помогаю родному уралвагонзаводу ну а в качестве скажем хобби у меня краеведение очень давно и плотно интересуюсь вопросами истории нашего края пришло это ко мне после того как скажем так осознание скажем именно роли фамилии потому что фамилия хлопотов это одни из первых первых поселенцев нижнего тагила еще до первых демидовых появились на урале старая вера старообрядцы уходим там корнями в начало 17 века ну и сегодня мне пригласили чтобы поговорить как раз о первых демидовых и о том откуда собственно у них взялись денежки тема такая немножко авантюрно приключенческая так сказать можно сказать уже хорошая русская традиция узнавать вот у соседа откуда деньги это собственно но и вообще в глобальном так сказать масштабе вопрос накопления первоначального капитала так это по умному если он очень интересный там у кого-то предки пиратами были у кого-то еще где-то там на западе вот собственно наши демидовы в принципе у нас очень много было различных предпринимателей заводчиков собственно выходцев где-то из купечества где-то даже из крестьянства были дворяне кто пытались заниматься металлургической промышленностью но почему-то не у одного из них этот бизнес скажем так не сложился и не пошел так хорошо и весело как у никита демидовича и его сына акинфия ясно что это неспроста то есть просто железо просто медь они не могли дать скажем так такие капиталы особенно в самый ранний самый первоначальный период поэтому много было всяких теорий ну известен историк краевед журналист игорь шокинка он фактически доказал тот факт что демидовы добывали и плавили серебро но поскольку шокинка он собственно был очень такой большой поклонник демидовых а фальшивоманечество как-никак это все преступление поэтому в своих работах он очень аккуратно подходил к этому вопросу да серебро плавилось особенно ну фактически доказан факт плавки серебра алтайского сколовановского сколованово-воскресенского месторождения но это никак не объясняет вот именно первоначальный первоначальный взлет ранних демидовых и интересная тоже хронология то есть когда получил 702 году никита демидов невьянский завод первое скажем так десятилетие особых успехов в наращивании своего бизнеса в продвижении как-то не наблюдалось следующие заводы это уже там шуролинский верхний тагильский и так далее они начинаются где-то примерно с 716 года строятся и с промежутком через год через два вперед 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 начинает разрастаться вот эта вот империя то есть как это объяснить ну объяснить по другому чем какими то такими закулисными аферами фактически это никак нельзя на протяжении достаточно долгого периода времени я пытался сопоставить как-то исследовать найти вот эти вот моменты и скажем так первое такое в общем то меня осенило после того как я обратил внимание на рельеф дна черноисточинского пруда то есть недалеко 20 километров от нижнего тагила есть черноисточинский завод это передельный завод относящийся к округу нижнетагильских заводов так вот если посмотреть рельеф дна я сейчас в принципе тут настрою флешку подключу и покажу картинки там существуют достаточно интересные такие аномалии то есть с одной стороны ямы ямины их в принципе местные рыбаки так и называют ямы есть такой скажем так артефакт который те же рыбаки называют бороздина а рядом отмели причем достаточно серьезные и фактически в природной среде такие аномалии ну они почти не могут образоваться то есть скорее всего это явно искусственное происхождение ну и опять же занимаясь ранним периодом начала тагила там выиски медиплавильным заводом рядом с ним есть такой андреевский медный рудник остатки от него существуют и поныне то есть если посмотреть скажем так на там вики мапе или на гугл мапс космические снимки то ямы на вот этом руднике они очень похожи на те образования которые существуют на дне черноисточинского круга и опять же не как легенды о том что Владимирова чеканили монету в Нивнянской башне существует точно такая же легенда касательно того что опять же Демидовы чеканили монету на острове Сосновой который находится на акватории его черноисточинского пруда значит соответственно этим вопросом стали серьезно заниматься я и мой товарищ Сергей Пудовкин большую работу мы провели где-то примерно 2008 2009 год Сергей у нас ну можно профессиональный историк писатель у него уже вышло достаточно много различных книг вот одну могу из крайних показать это город военной шинели серия мой Тагил исторические очерки до этого была из глубины столетий первая книга это общеисторические такие очерки от Эгили а вот эта книга она больше военной истории хотя с таким тоже наскореведческим уклоном задрагиваются моменты в том числе косвенно касательно и нашей темы ну допустим вот первый очерк Лилли и Демидов пушки потому что опять же с легкой руки наших авторов романистов устоялось такое мнение что Демидовы здесь на Урале лили великолепную артиллерию которая сыграла решающую роль при Полтаве и так далее и тому подобное на самом деле было все с точностью наоборот пушки были очень плохого качества их было очень мало и фактически гособоронзаказ Никита Демидович просто-напросто провалил и второй очерк первый житель Тагила швед он тесно связан с первым опять же какой момент их объединяет проблема у Демидовых была в том что вот эта высокогорская руда магнитный железняк Демидовы просто-напросто не умели его плавить не умели его обрабатывать собственно и только пленные шведы попав на Урал научили передали какие-то технологии только после того значит как к Демидову попали вот эти вот шведы здесь в Нижнем Тагиле и в Невьянске в принципе начались плавки магнитного железняка мы вдвоем начали эту тему разрабатывать пришли нашли очень много интересных фактов много сопоставлений чтобы долго не рассказывать готовясь к этой встрече мы тут по-быстенькому свраганили вот такую вот книжечку брошюрку я ее сейчас вам всем подарю чтобы вы могли читать а я акцентирую моменты на кое-чем новеньком я конечно нет есть у меня с запасом что получается я тут с корабля на бал все так всех это варен вроде ну еще оставлю тут людям кому нужно будет так давайте сейчас флешечку подключу вы пока знакомьтесь здесь сзади нет почему нет здесь есть тоже так а подмышку есть еще здесь мышка есть хорошо мышка есть пойдем нет мышка обычная мышка обычная так не нашлась еще мышка да сейчас она устанавливается глубина она но не опять вы есть лавочка свете нет идет установка программного обеспечения Продолжение следует... 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 По происхождению Андрей Андреевич чистый воды голландец В России появился его при царе Алексея Михайловича, появился его отец Андрей Денисович Виниус Появился как купец, быстро набрал обороты, вошел в доверие к царю Пользовался покровительством Морозова Был, скажем так, консультантом, в частности, известная денежная реформа Возвращаясь мы все-таки к вопросу денег, поэтому буду окренить немножко в ту сторону Известная денежная реформа, которая закончилась медным бунтом Это была одна из его идей в том числе Ну и, соответственно, его сын, он уже был достаточно обрусевший То есть он прекрасно говорил на русском языке Работал в наших приказах Уверенно шел по карьерной лестнице Особенно по той причине, что владел несколькими языками свободно Мог общаться с различными послами, с купцами и так далее То есть продвижение его по карьерной лестнице шло достаточно хорошо И, естественно, он не забывал свою голландскую родню Во-первых, в Голландии у него остались родственники Во-вторых, он сдружился, еще будучи молодым, с еще одним интересным человеком Тоже голландцем Известным, наверное, всем Это Николас Витцин В свое время Витцин в составе посольства был в Москве В более позднее время, когда вспомним вояж Петра I в Голландии Он его принимал в Амстердаме В это время он был бургомистром Амстердама Но, помимо всего прочего, помимо того, что он, скажем так, был городским головой Он еще в этот момент руководил голландской устынской компанией То есть тут прослеживаются полную коммерческие интересы голландцев Которые распространялись на Россию И, в частности, большой интерес был к Сибири Можно посмотреть Известно Карта Николая Витцина От 709 года Карта Тартарии То есть это, в принципе, наша вся Сибирь, Урал и так далее Причем отображена достаточно точно То есть если мы вспомним карту Ремезова Которая была создана, ну, буквально, если 709 год Там было 700-702 год Буквально там 5-7 лет их разделяет Но или представляем карту Ремезова, весьма условную, или здесь То есть ясно, что голландские купцы, представители Финансово-промышленных, назовем так, структур Голландии Они очень плотно следили за развитием России Возвращаясь к отцу Андрея Андреевича Винюса К Андрею Денисовичу Нужно сказать, что этот человек был пионером нашей российской металлургии То есть первые вододействующие заводы Которые, по счастливому стечению обстоятельств Были на речке Тулицы Построены им То есть до этого вододействующих производств в России Просто-напросто не знали То есть вот такое, как бы, получается совпадение Демидовы и Стулы Демидовский завод Также стоял на речке Тулицы Первоначально И здесь Андрей Денисович постарался Значит, что Андрей Денисович Что его сын Андрей Андреевич Они очень большое внимание уделяли развитию металлургия И поиском полезных ископаемых То есть даже уже будучи главой Сибирского приказа Андрей Андреевич Винюс Владел, так сказать, лицензией На поиск месторождений меди и серебра В том числе Ну, фактически по всей России Единственное, если бы, конечно, он сам самолично Занялся этими моментами Ну, тут уже явно, извините, коррупция Поэтому нужен был человек Скажем так Который Владея информацией Владея теми возможностями Которые были у Винюса Мог работать за него И вот есть такое предположение Что такими людьми Как раз стали Демидовы Как раз стал Никита Демидович Антюфеев Антуфьев по разным источникам Скорее всего Знакомство с Винюсами У них было уже как бы потомственное То есть, начиная с первых заводов Опять же Андрей Денисович Винюс Когда открывал первый завод На улице он был не один У него было два компаньона Марселис и Акема Они в конце концов Винюсу старшего выжили из этого бизнеса Но Сами они попались на Изготовление фальшивой монеты Их Несмотря на то, что в России За фальшивое монетчество Достаточно жестко карали Тем не менее им удалось Просто говоря так Отъехать Как-то достаточно сухим И выйти из воды Но тем не менее Вот реальный прецедент того Что голландцы Будучи Работая, занимаясь бизнесом в России Полным ходом пытались Делать фальшивую монету Соответственно Проблема вся была в том Что Россия в те годы Это конец Семнадцатого Самого начала Восемнадцатого века Она не имела Своих крупных месторождений серебра Поиски серебра Велись на протяжении Нескольких веков С разной степенью успешности Так или иначе Крупных разработок На тот момент Просто-напросто не было Находили серебро Скажем так На Цильме Но Это очень Северно Разрабатывать Вывозить оттуда Было не очень выгодно Уже при Бетре Первом В первое десятилетие Восемнадцатого века Были экспедиции На Южный Урал Там пытались Искать серебро В конце концов Серебро было найдено В районе Нерченска Под Читой И почти одновременно В общем-то Не в начало В начале восемнадцатого века Как раз этот момент Характеризовался началом Северной войны То есть Собственно Все ресурсы государства Были заточены на войну Срочно нужен был металл Даже обычный черный металл Даже обычное железо В то время было в дефиците Большей частью Даже уже во время военных действий Контрабандой его везли из Швеции Значит Были посланы экспедиции Вернее даже не экспедиции Разосланы циркуляры По всем воеводствам Усиленно Искать Приискивать роды Заводить заводы В частности Такое распоряжение Через сибирский приказ Соответственно Через того же Виниуса Получил воевода Протасьев Верхотурский воевода И Послали для проверки Сынов Боярских И быстро 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 Отписали В Москву Отписочку О том Что обнаружено Несколько Месторождений Железа В частности В районе Реки Тагил В районе Неевы Были посланы Известный Такой факт Он практически Во всех источниках Проходит Были на Москву Отосланы В сибирский приказ Образцы рут Тот же Виниус Переадресовывает Эти образцы рут В несколько Нескольким Адресатам В Ригу Опять же В Амстердам И Демидову То есть фактически Везде Своим людям Дайте мне Ребятки Своё мнение Что вы думаете О них Известна Отписка Демидова Хорошее железо Там лучше Свейского Из Риги И из Амстрадама Приходят Крайне Интересные Ответы То есть там Направили Химический анализ И выяснили Что в состав Этих рут Входит серебро После этого Вся информация О серебре Исчезает Из какой-либо Переписки Но тут же Виниус Фактически Требует Очень настоятельно Обращается К Петру Первому С тем что На Урале В Верхотурне Нужно Срочно Строить Заводы Что найдено Хорошее Железо Давайте-ка Вперед Его эксплуатировать Но Вся информация Про серебро После этого Исчезает Обычно При цитировании Источника Указываются Там доли серебра Вот в этой книжке В принципе Пересчитано Сколько это точно В граммах И В принципе Содержание Достаточно Такое Интересненькое Получается То есть Вот это Вот Уже Один Как бы Источник Второй Источник Серебра Есть В 45 Километрах От Нижнего Тагила На Достаточно Известной Реке Межевая Утка Свинцова Серебряный Рубник Его еще называют Иногда Медноколчеданным Уткинским Родником Официально То есть Во всех документах Во всех отчетах Современных Значится Что открыт он Заводским Служащим Демидовых В 833 Году То есть Уже В 19 Веке Однако Если посмотреть Сейчас я покажу Где это Для наглядности Недалеко от Нижнего Тагила Есть село Елизаветинское Старо-Висимский Тракт Он идет От Нижнего Тагила К Висимо-Уткинску И Здесь Мы видим Вот идет Дорога лесная Перевал Гора Уран Гора Вахромиха И вот Межевая утка То есть Под горой Вахромихой Вот в этом месте Находится Вот этот Вот Рудничок Южнее Немного южнее Известная Гора Белая Нынешний Горнолыжный Урор Почему акцентируем На это Внимание А потому что Читая Записки Господина Татищева О географии Упс Как весело Читая Записки Татищева О географии Урала Есть Упоминание О том Что Якобы Имеется Месторождение Серебра Недалеко От гор Яйка И Белой Ну Грубо говоря Гор Белых По Уралу Очень много Упоминание Яйка Как правило Все соотносят С нынешней Рекой Урал То есть Южный Урал Где-то Те места И В принципе Никогда Не соотносили Именно со Средним Уралом Но на самом деле По моему мнению Как раз Имелось в виду Вот это вот Месторождение Которое Находится Рядышком С горой Урал Напомню Что при Екатерине Второй Значит Ни слова Яек Везде Отовсюду Вычеркнули Соответственно Что река Стала Уралом Что Гра Стала Уралом Но и это Еще не все Оказывается Это месторождение Было известно Еще даже До Татищева В истории Сибирской Словцова Находим Упоминание О том Что В 1634 Году Или 36 Году Память не изменяет Один из Вагулов Доносит О том Что Вот Я нашел Серебро Как раз На реке Утки На межевой То есть Таким образом Это месторождение Открывалось Несколько раз И последовательно И Таким же чудесным образом О нем Забывалось Естественно Те люди Которые жили Здесь На этой местности На этой территории Естественно Про это все 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 знали И О том Скажем так Какие работы Тут велись Ну Зачем знать Где-то в Москве Территории Огромные Интернета Тогда не было Связи Никакой Не было Поэтому Очень по-тихому Все это Все время Потихонечку Копалось И разрабатывалось Временами Естественно Работа Могли забрасываться Во всяком случае После Скажем так Тритичного Уже Открытия Месторождения В 833 году Пошли Пошли работы По более детальной Разведке В течение Трех или четырех лет Велись эти работы Попутно Извлекаясь Серебро То есть Задачи Тотально Добывать его не было Просто Вот именно Во время Разведок Нужно было Выяснить Насколько Товарно Его содержание Содержание Оказалось Вполне Товарным То есть За вот эти Вот Года Было добыто Я уж не помню 200 с чем-то Килограммов Свинца И 17 Ну там Чуть больше Пуда Килограмм Серебра Более того Сейчас В данный момент На это Месторождение Обратили Внимание Уже Наши Современные Добытчики Золото Добытчики И прочее Этот рудник Сейчас Перешел В собственность Валенторского Карьера Ну соответственно По всем Современным Отчетам Так Сейчас Сейчас Скажу Сколько У нас Чтобы не быть Голословным Так Вот оценки Меди у нас 17,4 тысячи тонн Цинка 31,5 тысячи тонн Серебра 17,6 Ну и Почти полторы Тонны Золото Можно извлечь С этого Рудничка Но в свое время При опять же При гемидовых Это сочли Видимо не шибко Вкусным Не шибко Сладким И скорости Забросили Во всяком случае В начале 20 века Когда Велись Работы По уточнению Скажем так Запасов Уточнялись Реестры Различных Месторождений Этого Месторождения Почти Не нашли И только В 1996 Году Наш Местный Геолог Александр Канонеров Посетил Это место Посмотрел То есть Выявил Различные Ямы Различные Шофы Ну и в том числе Обнаружил Штольню Которая Идет Под С крутого С обрывистого Берега реки Смежевой утки Под Горого Хромиха Хотя Все вот эти Ямы Они На местности Их опознать Сейчас в данный момент Почти невозможно Все это Оплыло Все это Заплыло И так далее Почему Такая Ситуация Случилась А скорее всего Она случилась Потому что В 724 Году Те же Демидовы Потом нашли Очень богато Алтайское Серебро Поэтому Вот эти Маленькие Руднички Они были Просто Заброшены Опять же Возвращаясь К черноисточинскому Пруду И вот этим Вот Так Сейчас Я сразу же Покажу Вот о чем Я говорил Тут много Различных Карт Есть Вот такая Есть Вот такая Это официальный Отчет 30-х годов Есть Вот такая Чисто Рыбацкая Ну и вот Поинтереснее Получше Карта Которой Я обычно Пользуюсь То есть Вот акватура Черноисточинского Пруда Вот здесь Собственно Находится Завод И поселок Черноисточинск Вот у нас Упоминаемый Остров Сосновый Вот здесь Еще есть Остров Воровской Название Само за себя Как бы Говорит И вот Такие Вот ямы Вот яма Вот яма Вот яма А рядышком Вот такие Вот отвальчики Идут Дальше Через Скажем так Вот эту территорию То есть Если абстрагироваться Представить Что здесь Просто Скажем так Воды нет Просто Вот эта Вот котловина Проходит Река Каменка Вот ее Примерное Близительное Русло Опять же Везде пишут В том числе Наши Тагильские Краеведы Черноисточинские Краеведы Есть у нас Пчугин Андрей Леонидович Он соответственно Ссылается На более серьезные Более авторитетные Источники Якобы Раньше До того Как была построена Плотина И построен завод На этом месте Было какое-то озеро Из него Вытекала Какая-то речка Но Насколько мы видим Никакого озера Никакой Речки Вытекающей Здесь просто Напросто Нет Здесь Одна река Егорова Каменка И вторая река Вот здесь Вот она Впадает Чауш Вот здесь Впадает В Каменку И пошло Дальше Соответственно На берегу Черноисточинского Пруда Еще одна Схемка По данным Современных Исследований То есть Вот это Речка Егорова Каменка Вот Южная Конечность Пруда Идет У нас Западный Берег Вот там Чуть дальше От гора Белая То есть Мы видим Цепь Буквально Цепь Месторождение Титаномагнетитов Руд Точно Таких же Как На горе Высокой То есть Собственно В руде Горы Высокой Было Обнаружено Серебро То есть Можно Сделать Предположение Что Скажем так В тех Выходах Руды на Поверхность В той Зоне Разложения Окисления То есть Именно И могли Концентрироваться Вот эти Серебряные Запасы Также Можно Предположить Что Какое-то Из этих Месторождений Было И собственно На территории Пруда То есть Вполне Логично Это соотносится Поэтому Говорить О том Что Демидовы Когда Что-то Затопили Там То Рабочих В подвалах Невьянской Башни В подвалах Которых Так и Не нашли И которых Так и Нет Можно Уверенно Говорить О том Что Затопители Действительно Затопили Затопили Они Какой-то Вот этот Старый Рудничок Который Был На территории Вот этого Пруда Соответственно Остров Сосновый Он Является Тут Ключевой Точкой Для Наглядности Красивое Место Так Ну Вот это Вид На Черноисточинский Пруд С горы Острое Вот мы Видим Вот эти Острова Вот тут Сосновой Находится Сам поселок Вот там Вот дальше Вдалеке У нас Нижний Тагил С этой Стороны Известный Юрьев Камень Который Недавно У нас Пытались Срыть Вот этот Островок Такое Живописное Место Очень Красивое Вот еще Тоже Вид С другого Берега Вот тоже Хорошая Фотография Вот этот Остров Вот остров Воровской Сам за себя Тоже Название Говорит То есть Соответственно Эти острова Образовались После того Как Егорова Каменка Была Запружена И Вот эту Котловину Затопило Водой Здесь На острове Сосновом До сих пор Имеются Остатки Фундамента Некоего Сооружения По легендам Это Дом Принадлежащий Кому-то Из ранних Демидовых То есть Либо Никите Либо Акинфью Скорее всего Упоминается В источниках Ну Допустим У того же Паласа Или У Гмелина Именно Что это был Дом заводчика Резиденция Изначально Была В Невьянске Потом Она была Где-то В Фрейме Черноисточинска И далее Она была Перенесена В Тегил Ну Чего собственно Делать Демидову В такой глуши Непонятно Где Непонятно Как Ну Скорее всего Именно Вот здесь Вот Ну На вот этой Вот горочке Концентрировалось Какое-то Производство Опять же Дом В представлении Наших местных Краеведов Там стоял Какой-то Капитальный Упоминается Вот еще Острова Это на фоне Как раз Белой горы Упоминается Такой Факт Что Уже При Внуки Никиты Демидова Никите Акинфеевичи Этот дом Был перенесен С острова В Нижний Тагил То есть Вот как бы Известная фотография И вот второй этаж То есть Вот первый этаж Здесь вот Каменное строение Вот этот вот Второй этаж Это деревянное строение Якобы Оно было Полностью Все перенесено Как раз С этого острова В Черноисточинском пруде А пруду То есть Вот этот вот домик Однако Если мы будем изучать Архитектуру Этого здания То увидим Что Этот дом По сути Состоит из трех частей То есть Он достраивался В различные периоды И самая старая часть Это Вот эта вот часть То есть Вот этот вот домик Внутри окошечки То есть Он вполне Действительно Мог находиться Там На пруду И Быть перенесен сюда Зачем его перенесли Ну скорее всего Из каких-то Скажем так Мемориальных Возможно Соображений Как Память о родителе Что-то подобное Вот Простоял он Достаточно долго Вот этот вот второй этаж Он сгорел В 899 году На плане Это у нас план 828 года Вот комплекс Завода управления Вот этот домик Вот здесь вот Обозначен Для понимания Тоже это план Различных заводских построек Если Ну все знают Вот здание Нашего Нижнетагильского музея Вот Вот эта вот Пристроечка Ныне там Большое каменное здание Но оно построено В конце 80-х годов 20-го века Уже То есть оно полностью Новодельное Вот часто Вот это здание Называли тюрьмой Демидовской За Вот этот вот Тесанный Фундамент Цокольный этаж На самом деле С тюрьмой Это никакого отношения Не имеет Тоже легенда Которая Появилась В 40-е 50-е годы Укоренилась Уже Больше Скажем так Мифов И легенд Вот вид Слизьей горы Вот опять же Видим Весь комплекс Завода управления И вот дом То есть вот Вот эта вот Старенькая Самая старая часть Для наглядности Можно посмотреть Еще как Выглядел Черноисточинский Завод В первые годы Значит Хитрость заключалась В том Что Андрей Андреевич Винюс Используя свое Служебное положение Получается Передал Ливьянский Завод В управление Своему ставленнику Нигите Демидову Интересный нюанс Контролировать Демидова Здесь на Урале Он поставил Своего зятя Алексея Калитина Сделав его Воеводой Верхотурским Воеводой Естественно В литературе В источниках Очень часто Упоминаются Конфликты Между Калитином И Демидовым Трактуются они С подачи Нашей официальной Сториографии В пользу Демидову В основном Что Вот Такой Прогрессивный Заводчик Пытался Строить Завод А Калитин Там Ретроград Ему что-то там Не давал И прочее Прочее Больше мешал На самом деле Калитин Очень четко Отслеживал Интересы Своего тестя И пытался Контролировать Управлять Демидовым Здесь На Урале Что собственно Демидову Не очень то Как бы и хотелось Вероятно Вообще Как бы Со строительством Невьянского Завода У Никиты Демидова С перестройкой Невьянского Завода Возникли проблемы То есть Для того Чтобы Запустить Завод Никита Демидов Был вынужден Отдать Обратно В казну Свой Тульский Завод Опять же Это очень Непростой Процесс И ясно Что без Покровительства Виниуса Это было бы Невозможно А процесс Шел таким Образом Что Скажем так Завод Демидова Тульский Взяли в казну Демидову Выплатили Энную сумму Денег На которые Он построил Здесь Невьянский Завод И в последующем Снова Выкупил Свой Тульский Завод У казны Причем В это время Тульский Завод Как раз Он там Не работал Практически Все люди С Тульского Завода Были переведены Сюда На Урал Следующий Момент Где-то Примерно 703 704 Год Именно В этот Период Вероятно Начинается Получение Добычи Серебра Так или иначе Кто Занимался Собственно Добычей Серебра Упуская Детали Можно сразу Уверенно И четко Сказать Что занимались Этим Староверы Опять же На современный Язык Если говорить Это была Своя Своеобразная Мафия Очень Замкнутый Круг И Что Демидовы Что Вениусы Скажем так Они Очень плотно Работали С островерами Использовали Во всю Их связи Соответственно Вот эта Скажем так Корпорация Она была Закрыта Чужих туда Не пускали И Доказательство Того Что Именно Скорее всего Староверы Принимали Здесь активное Участие Доказательство Какое Во первых По всем Берегам Черноисточинского Пруда Находились Скиты До сих пор Есть могилы До сих пор Есть кладбище Интересный факт Который еще Нигде не звучал При строительстве Водовода То есть Черноисточинский Пруд Это питьевой Водоем Для Нижнего Тагила Недавно Среди С этим Были скандалы Когда там Вода Зацвела И прочее Так вот Когда В середине 70-х годов Прошлого века Строили водовод Была необходимость Понизить уровень Воды Уровень Опустили Примерно 4 метра И Известная база Рыбака Называется 57-й квартал Около этой базы На дне Возвращаясь к карте То есть Вот Примерно Вот в этом месте То есть Как раз Напротив Соснового острова Обнаружилось Затопленное Старообряческое Кладбище Потом Уровень Снова Подняли Снова Как бы Все скрылось Но Скрылось Не все Дело в том Что часть могил Правда Более современных Она осталась Еще на берегу То есть Видимо Самая старая Часть Была затоплена А более свежая Еще осталась То есть Вот Могилки Есть фотографии Нескольких Могилок Там До сих пор До сих пор Приходят На них Обихаживают Проводят Службы То есть Вот две Могилки Вот мы видим Кресты Поваленные А с другой Гроба говоря С южной стороны Мы видим Остатки Какого-то Видимо Скита То есть Это похоже Что или Землянка Или еще Что-то Подобное Тоже Вот Могилка Крестик Здесь же Какая-то Чугунная Плита То есть Это было Найдено Буквально С недели Назад Под горой Облей Это На Юго-восток Немножко От Черноисточинского Круга То есть Таким образом Там везде Селились Старавинеры Собственно Скажем так Доказать Конечно Там Сто Сто Процентов Что там Чекан Или Нечекан Невозможно То есть Все Что я Говорю Это Какая-то Скажем так Теория Гипотеза Не более Того Но Просто Подумать Логически Скажем так Вот Игорь Шакинка Говорит Да Вот Плавили серебро Установлен фар А куда его девать То Слитками Что ли Куда Эти слитки Посуду Какую-то Делать Ну тут же Значит Встанет вопрос Собственно А из чего Вы ее делаете Откуда Куда И Там Посуда Там Какая-то Не знаю Там Церковный утвар Еще что-то Серебряное В начале 18 века Ну это Достаточно Большая Ценность Потому что В основном Все было У народа У населения Все было Медное Остается Один Единственный Вариант Это Делать Из этого Серебра Деньги То есть Деньги Как бы Не пахнут Но Опять же Нюанс Какой Чеканим Деньги Фальшиво Монетничество Оно У нас Наказуемо Если Марселис и Сакем Как-то Простили Демидову Могли бы И не простить Поэтому Все было Достаточно Интересно Вот Мой Соавтор Сергей Кудовкин Он Предположил Что на самом Деле Чеканились Не русские Рубли Или Полтины А Чеканилась Заграничная Валюта То есть Чеканились Скорее всего Тайлеры Которые В массовых Количествах Еще со времен Алексея Михайловича То есть Опять же Вот эта связь Царь Алексея Михайловича И Виниус Старший Денежные реформы Которые Проводились То есть Одна Привела К медному Бунту Вторая Это Начеканка Тайлеров То есть Завозилась Серебряные Тайлеры Европейские И Ставились Метки Соответственно Такая Валюта Уже Запускалась В оборот Называлось Это Ефимекс Признака То есть Вот Типичная Такая Монета И вот Клеймо То что Это Скажем так Прошло Через Наши Российские Медные Монетные Дворы Вот Еще Один Тоже 1655 Год То есть Это Штамповался Годик У нас Еще Один Вариант Вообще При Петровской Реформе Денежной Именно Как раз Тайлер Стал За Образец Нашего Рубля То есть По величине По весу То есть Именно Для Вхождения Это уже Петровские У нас Рубли Так вот Выглядели Рубль 704 Года 721 724 То есть Поскольку В товарных количествах серебра В России не было То есть Правительство Вело курс На то Чтобы добывать Это серебро Из-за границы Соответственно Все купцы Заграничные Должны были Рассчитываться И платить Все пошлины В рублях Наши купцы При торговле За границей То же самое Были прямые Закупки С Казначейств Западных Устаревшей Валюты То есть С изображениями Различных Королей, царей И прочих Которые выходили Из-за бихода То есть Такие монеты В обмен На Пушнину В обмен На Пеньку И так далее В обмен На наши русские товары Завозились В Россию Шли на Наш монетный двор Переплавлялись И соответственно Поступали Для Изготовления Русских Рублей Нюанс Опять же Ну Упоминая Опять же Шакинка Он всячески Пытается отрицать Что нет Демидовы Ничего не чеканили И в качестве Авторитета Упоминает Профессора Спаскова Сотрудника Эрмитажа Очень видного Нашего Советского Мумизмата Который Говорит Что Ну извините В коллекциях Эрмитажа Никаких Фальшивых денег Никаких Фальшивых Там Демидовских Серебряных Рублей Не обнаружено Все это Как бы Сказки Вот Цитата Вырвана Причем Подана Это таким образом Как будто Шакинка Лично Общался Со Спасским Хотя Цитата Просто-напросто Выдрана Из Книги Там За 55 Год О Русской Мумизматике Соответственно Ну откуда В Эрмитаже В коллекциях Эрмитажу Взяться Фальшивым Деньгам То есть Их естественно Даже Ну просто-напросто Их не сохраняли Не закупали Не приобретали Для этих коллекций Для чего То есть Это абсолютно Как бы Нелогично Это один момент Второй момент Опять же Как бы Спасский Говорит о том Что Чеканить Серебряные деньги Достаточно Технологически Сложно Нужны Чуть ли не Заводы Очень Какие-то Сложные Фабрики Сложное Оборудование На самом деле Все с точностью До наоборот То есть Здесь Действительно Возникают Сложности Когда нужно Поддерживать Стабильную Очень Высокую Пробу Это один момент И Высокое Качество Чекана То есть Это характерно Уже для Второй Половины Восемнадцатого Века А Первая Половина Восемнадцатого Века И вот Первые Наши Русские Рубли Обходились Абсолютно Достаточно Такими Доморощенными Средствами В книге Присутствует Иллюстрация С таким Примитивным Станочком То есть Вот как Шлепали Пробы Чтобы делать Больше Этой Монеты Ну и Собственно Задача Демидова Была Начеканить Вот таких Кружочков А дальше Переправить Их на пункт Скупки Один из Вариантов То есть Вот описанный В книге То есть Такая Гипотеза Что Не гипотеза Значит Те же Староверы По своим Каналам По своим Дорогам Тайным У них Вот эти Явочные Квартиры Были Скажем так По всему Северу Они Транспортировали В район Архангельска Где Эта монета Грузилась На Европейские Суда Уходили В Амстердам С русскими Товарами Которые Должны Были Меняться На Эти Серебряные Деньги Вышедшие Из оборота Соответственно Товар Сдавался А обратно Эта монета Не грузилась То есть Обратно Уже легально Вот эти же Монеты Которые Приплыли Из России От Демидовых Возвращались Обратно В России Уже Официально Предъявлялись Скажем так На таможне Но Есть еще Более Простой Вариант То есть Реально В Архангельске Был Скупочный Пункт Где Принималась Вся Вот Эта Европейская Монета То есть Не нужно Было Грузить На корабли Куда-то Вести Достаточно Прикрываясь Скажем так Каким-то Купцом Доставить С Урала В Архангельск Вручить Какому-то Голландскому Купцу Который Тут же Предъявляет Эту Монету Она Поступает В переплав И все Концы В воду Идеальная Красивая Вот такая Схема Как говорится Фиг докажешь Значит Что касается Штемпелей То есть Та же связь Виниус Витцин То есть Витцин Как Губернатор Амстердама Как глава Устинской Компании Он легко Мог Старые Вышедшие Из употребления Штемпеля Доставить Сюда На Урал То есть Не нужно было Никаким Гравюром Работать Ничего То есть Хватало Достаточно Вот этих Старых вещей Скорее всего Вот эта Вот работа По изготовлению Фальшивых денег Она была Достаточно Длительный Период Вот Я полностью Уверен На 100% Что при Никите Демидове И при Кинфе Демидове Это было 100% Просто-напросто Но Возможно Это было Уже И При Никите Акинфеевиче И Даже Возможно При В начале 19 века При Николае Никитиче Во всяком случае Очень интересный Момент То есть Когда В 1824 году На Урале Было Опять же Во владениях Демидовых Была обнаружена Платина Именно Николай Никитиче Демидов Приложил Массу Усилий Чтобы Начать Чканить Платиновую Монету С чего Бы Это То есть Есть такое Подозрение Что возможно Решил повторить Опыт Предков Просто-напросто Имея Являясь Монополистом По поставкам Платины Чего бы Свой Как бы Заводе При этом Интересный момент Что В начале 19 века На Нижне-Тагильском Заводе Опытными Небольшими партиями Выплавлялась Сталь Пригодная Как раз Для изготовления Штемпелей То есть Сталь там Должна быть Особая У нее Должна быть Более Твердая Чтобы она Менее Износостойкая Лето Более Износостойкая Вот именно Такая сталь Единственное место Где в России Выплавлялась Это был Нижне-Тагильский Завод Такой вот Фактик Ничего Как бы С одной стороны Не доказывающий Но вот В копилочку Еще один Такой вот Камушек Есть еще Интересный момент Сейчас у нас Любят Хоть их Очень сильно Критикуют Всякие Черные Копатели Лазы Лазы С металлоискателями Есть Такая вот Газетка Кладоискатель Золотодобычек По-моему В Иракутске Что ли Издается Если память не изменяет Соответственно Есть Сибирский Монетный Аукцион И Интересные Лоты Которые проходят Через Сибирский Монетный Аукцион Они публикуются Вот в этой газетке Вот Сколько 2010 год Март Месяц Номер Очень интересная Статья Рубль 871 Года Гурт Видно Что Ну как бы Эксперт Доказывает Что гурт Сделан На ручном Приспособлении Не в заводских Условиях Но сама Монета Она Именно Чеканная То есть Не летая Ну обычно Как бы Крестьяне Если кто-то Занимался Там фальшивом Монетничеством Причем Опять же Те же Староверы Кстати говоря Выговское Пустынное Жительничество Они Помимо того Что различная Медная пластика У них Выходила Различные Иконки Крестики И так далее Они в том числе Промышляли И фальшивыми Денежками Ну Из меди И литым Способом Литую монетку Сразу видно Кто-то Отличит Кто-то Не Отличит Тут уже Кому как Повезет И собственно Это был Один из Формальных Поводов Для разгона Выговского Монастыря А здесь Именно Высокого Качества Чекан Соответственно Эксперт Делает Вывод Что Это Продукция Каких-то Полулегальных Уральских Заводов Возможно Демидовых Но 781 год Это уже Екатерина Вторая Соответственно Вот эта Работа Видимо Продолжалась Продолжалась И продолжалась Ну Самый Выгодный Способ Ты делаешь Не чего-то Там Какую-то Продукцию Которую Нужно Сделать Потом Продать Где-то Что-то А ты Непосредственно Делаешь Деньги Ну Вот Как Федеральная Резервная Система В Штатах Очень Хорошо Живут Значит Примерно Та же Самая Получается История И С Демидов И Скажем Так Понятно Что Вот Вот Эти Наслоения Мифов Легенд Про тот же Невьянск Они Большей частью Если посмотреть Источники Да Эти легенды Они идут Там Фиксируются В источниках Девятнадцатого Века Возможно Имеют более раннее Какое-то Происхождение Там С восемнадцатого Века От народа Ты не утаишь И местные Это всегда Все собственно Знают Но Особо В те времена Про эти вещи Не болтали Очень Широко Все вот эти Легенды И мифы Пошли После публикации Романа Федорова И уже В шестидесятые В пятидесятые В шестидесятые Годы Этнографические Экспедиции В том числе Нашего Уральского Госуниверситета Идут В наши деревни Вот именно Вот окружные Невьянск Висим Висимаутка Черноисточинск Тагил Идет Пересказ Но Пересказ Не Подлинных Как бы Были легенд А то что люди Уже начитались Тогда еще Книжки читали И книжкам верили Вот таким образом Федоров Нанес Достаточно Большой урон Вот именно Исторической правде И не зря Его Божов Критиковал За это К чему К чему К чему А к тому Что то есть Невьянские Там свои Вот эти легенды Бытовали Ну опять же Невьянская башня Что это к чему Это что это за Каланча такая стоит Тоже Редко кто Сопоставляет Вообще У нас Проблема нашей Уральской Историографии В чем Вот мы сидим Как в какой то Банке Под каким то Куполом Вот в Екатеринбурге Вот мы пишем Про Екатеринбург И окрестности Наши тагильские Краеведы Вот они зациклились На Тагиле И почему Это не только Урала касается Так же Центральных регионов России То есть Вот есть Прекрасный Историк Юркин Вот он пишет Про Тулу Про тех же Демидовых Но именно Тульский период И одно с другим Пересекается Где то знают Что то знают Но спроси Любого историка В Тагиле А вот читал ты Книгу Юркина Допустим Биографию Того же Винюса Сто процентов Никто не читал Слышать слышали Читали не читали Соответственно Спроси у Юркина О каких то работах Там Тагильских Уральских Тоже То есть Вот идет Такое расслоение Ну еще одна Еще одна проблема Работа с источниками То есть понятно Что Мы Никогда не найдем Бумагу Где там Никита Демидов Или Акинфи Демидов Собственно Признается Что он Чеканил там чего-то Такого нет Но Масса различных документов По которой можно судить Делать какие то косвенные выводы Проблема в чем Они все находятся Во-первых Архивы Демидовские Разрозненные По массе Архива хранилищ Как правило Они находятся далеко То есть Ближайшая Это Москва Что-то Что-то есть В Перми Но именно Самый древний период Это Российский государственный Архив Древних Актов Дальше Часть архивов В Париже В Берлине В Финляндии В Италии Вот сейчас Как бы Стоится задача Все-таки Как-то Наладить Вот обмен Вот этими документами Хотя бы В электронных копиях В электронном виде Но это Скажем так Полбеды Вторая проблема Палеография Современные исследователи Буквально единицы Могут читать То что писано В начале Восемнадцатого века Потому что Язык Графика Начертания Настолько сильно Отличаются Что Прочитать Разобрать Что-то Почти невозможно Просто в качестве Так Конечно все это И без меня знают Но Ну вот допустим Чертеж Который Протасев Отправлял Виниусу Горы Высокой То есть вот Три куповины Магнитного Железняка На вершине Попробуйте Разобрать Что написано Пол дня Можно сидеть Ковыряться Можно конечно Разобрать Но Нужно убить Массу времени Вот А таких людей Кто это Читает Сходу Понимает Чтобы проанализировать Какой-то большой Массив документов Практически нет Такая вот Как бы Проблематика Существует Но Остается Скажем так А Опять же Ухожу я от темы Вот этих вот Башен наших Замечательных И К чему я говорил Про разъединение То есть если посмотреть Вот с Урала На Европейскую Россию И сопоставить это С тем Как Демидовы Развивались То мы увидим Что Почти в одно И то же время В трех пунктах Это в родовом Селе Демидовском Павшино Недалеко от Тулы Вот такая вот Башенка Строится Это колокольня Сраковная Значит Если мы представим Что здесь не Маковка А Купол Консообразный Вылетая Невьянская башня Только чуть-чуть пониже То есть Очень характерная Два четверяка Три восьмеряка То есть вот Стандартнейшая Также вот этот Вход пристроен Это вот нынешнее Ее состояние Такое Плачевненькое Следующее Это такая же Колокольня Крестово-Ждвиженского Собора В Туле То есть также Два четверяка Три восьмеряка Три восьмеряка Тоже достраиваем Вперед Наша башня Ну все знают Да, что она наклонилась А вот эта вот Колокольня В Туле Она вообще рухнула При постройке И раздавила Сам собор То есть Скорее всего Задумывался Единый Мемориальный комплекс Скажем так Так вот Рост Амбиции Могущества Демидовых То есть Родовое имение Вот эта башенка Поменьше Тула Откуда они уже Как бы так Стартанули Колокольня уже Повыше И Задумывался Как апофеоз Максимальной высоты Колокольня В Невьянске Но Скорее всего Был один и тот же Архитектор Поскольку мы не знаем Там имен фамилий Можно предположить Что это был Кто-то из крепостных Кто-то из Собственно Работников Демидовых Опять же Видимо Нехватка опыта Этим объясняется Как раз Невьянской башни И То что Вот эта вот Колокольня Никола Зареченской церкви Тоже Разрушилась То есть Ее пришлось Потом заново Перестраивать И храм перестраивать То есть Вот такая вот Интересная история То есть Все это лежит На поверхности Достаточно просто Вот Ну Состыковать Какие-то факты И посмотреть Ну а почему В Невьянске Собственно Не колокольня А башня Ну Скажем так Стоять колокольня Кривой Как-то Не камильфо Поэтому Ее Просто башню Как бы И сделали Дальше Упоминание О том Что в дымоходах И заводы Обрабатывалась В том числе Медь Могло попасть Что угодно Ну Собственно Может быть И была Там какая-то Лаборатория И оттуда Как бы Вот эти вот В примесь Серебра Попала Значит Естественно Современные Исследования Ну Уже доказали Полностью Вот Недавно Была Очень хорошая Книга Невьянская башня Здоровенный Альбом Где она Полностью Расписана Включая Свои Подземелья И грунты На каких Она стоит Никаких Подземель Ничего Нет Ну и Собственно Плавить Металл Подземлей Это какой-то Вот я по первому Образованию Горный техник Ну просто Абсурд То есть Когда ты работаешь Подземлей Тебе нужен Воздух Просто для того Чтобы дышать А для того Чтобы там Печи работали Металл плавили Там нужно Просто огромное Количество воздуха Должны быть Мощнейшие Воздуховоды Воздуходувки Ничего подобного Нет Не было И быть не могло А вот Что касается Острова Сосновой Вроде как бы Следов нет Вот за Скажем так За исключением Каких-то развалин Какого-то там Фундамента Какого-то там Домика Тем не менее В 2010 году После того Как Скажем так Первые мысли У меня сформировались Я на местном Историческом форуме Выложил эти Скажем так Мысли В сеть После чего Ну как бы Пошла дискуссия Туда-сюда Ребята хотели На будущий год Съездить на Сосновой Посмотреть там чего-то Вот Лично у меня Да и ни у кого Другого Кто участвовал В этой дискуссии Ничего не срослось Естественно Ну а в конце Ну а в конце года Я узнаю Что на острове Побывала Археологическая Респедиция С разведочными Раскопками Просто Напрасно Умные люди Вот этот пост Увидели Согласовали С нашим Музеем Краеведческим Получили Открытый лист И провели Там разведку Интересно то Что Данные Этих Разведки Есть отчет Об этой экспедиции Отчет о находках Что они там нашли Но этот отчет Не введен В Научный оборот Не введен По одной простой причине Значит Музей выступил Заказчиком А расплатиться Не расплатился Соответственно Отчет получился Абсолютно нелегальный Но тем не менее В общем Как оказалось Руководил работами Одноклассник Моей жены А с его отцом Как потом оказалось Мы даже чуть ли не Дальние родственники Поэтому По этим обстоятельствам Я получил К нему доступ Я почитал Что там К чему как И был полностью Удовлетворен Этим отчетом Естественно Если бы я сам туда поехал Вооруженный Даже там Металлоискателем Или еще чего-то Ничего бы я этого Не нашел То есть На самом деле Там были проведены Нормальные Правильные Грамотные Археологические работы Там нашли Не просто фундамент дома Но остатки печей Много еще Различных Хозяйственных построек Там Вплоть до того Колодцы Леденец Чтобы продукты Хранить То есть Нормальный Производственный Комплекс Далее Что самое Интересное То есть Вот у нас идут Работы Хорошие такие Иллюстрации Находочки Моют То есть Вот комплекс Его датировали Сороковыми годами Восемнадцатого века По одной простой причине Нашли монетку Ну обычная медная Деньга Восемьсот Сорокового Или восемьсот Четвертого года То есть Это излет Жизни Якина Феодемидова Вот То есть Она как бы доказывает Что в этот Момент Тут люди работали По полной программе То есть соответственно Вот Собственно Производственный Комплекс Вот одна печь Вторая печь Различные Битовые комплексы Ну Самое интересное Раз есть печи Есть шлаки Взяли шлаки Провели Нормальный анализ Нашли серебро Правда Нашли Не местное А Спектральный анализ Показал Что это Колыванское Все таки С Колывани Серебро С Алтая Как бы часто Задают такой вопрос Что за нонсенс С Алтая Перейти Медную роду Для обработки Сюда на Урал Вот тем не менее Это действительно Так Это действительно Было Эти факты Описаны в работах Кофенгауза По заводскому Хозяйству Демидовых Начала 18 века То есть Соответственно С Колывана Вознесенских Рудников Руда шла Как на Невьянский Завод Так на Выиский Завод В Нижнем Тагиле Шла она По рекам То есть Просто Никто Никакие там Эти тысячи Пудов Какими-то Караванами На каких-то Подводах Лошадях Естественно Не тягал Просто Если мы Посмотрим Наши Обычные Географические Карты Мы увидим Речную Сеть Которая Смыкается И соответственно По этим Речным Дорогам Караваны Как собственно Все знаем Караваны По Чусовой Вот такие же Караваны Пусть в меньшем Объеме Шли в Сибирь С наших Заводов И Был Обратный Процесс Зачем Это было Сделано Ну Сказать Сложно Объемы В принципе Были Не такие Уж И большие Относительно Вероятно Это делалось Пока В полную Скажем Так В полную Силу Не заработал Промышленный Комплекс По плавке Металла Там На Алтае То есть Пока Строились Заводы Скорее всего Руда Возилась сюда И здесь Как бы Обрабатывалась Доводилась Черновая Медь Возможно Доводилась Здесь На острове Сосновый Тогда Скорее всего Это еще не был Остров Просто какой-то Там Бугорок Значит Соответственно Здесь шла Вся эта Обработка То есть По всей Видимости Первоначально Руда Руда Поступала С каких-то Местных Вот этих Маленьких Небольших Месторождений То есть Как в акватории Пруда Допустим Которая Уткинский Рудник После того Как открыли Серебро на Алтае Оно пошло С Алтая Более богатое Все вот эти Руднички Затопили Ну и опять же Чтобы спрятать Концы в воду В буквальном смысле Построили завод Поставили плотину Все Здесь как бы Вот эти Руднички И скрыли Вот такой Вот нюансик Есть Вот уже Яма Остатки Фундаментов Шурфы Это у нас Образцы Кирпичей Какие Использовались Металл Какой-то Вот тоже Похожая Такая же Пластина Как вот Находка Облея Примерно То же самое Тут Находили Кстати говоря И до Археологов Находили На этих Островах Топор С клеймами Тоже Демидовских Заводов 18 века Кто-то Из рыбаков Находил Различные Гвозди Костыли Вот собственно Вот это вот Деньга Да 741 год Тоже Куски металла Это Руководитель Работ Максим Юрьевич Баранов Это как раз Вот эта вот База рыбака Охотника Староверческое Кладбище Оно вот сюда Немножечко В эту сторону И буквально Вот там Вот есть Тропинка Можно выйти К могилам Которые Я показывал То есть Все это Здесь вот Рядышком В комплексе То есть С этими Работами Ну Можно сказать Что Во-первых Сто процентов Доказано Что плавки Серебра На Скажем так На акватории На территории Черноисточинского Прота Были Сто процентов Были И скорее всего Здесь же Шла обработка Серебра Потому что По-иному Как-то использовать Его просто-напросто Невозможно А то Что Господа Демидовы Люди Были Достаточно Хитрые Иллюстрируют Кстати Еще один Такой Нюансик Официально Официально Золото Официально Золото На дачах Принадлежащих Демидову Было Найдено В 1764 Году Недалеко От Невьянска Тогда Эта уже Территория Принадлежала Яковлеву Известно Что После раздела После смерти Акинфи Произошел Раздел Между Сыновьями Невьянская Часть Досталась Прокопию Демидову И Впоследствующем Он ее Сави Собакину Яковлеву Продал В 1764 Году Там нашли Золото Но В 1833 Году Опять же 33 год Еще один Спасский Тоже Совпадение Историк Скажем так Биограф Демидовых Публикует Биографию Акинфи Демидова И В качестве Иллюстрации К этой Биографии Он рассказывает О тех Древностях Которые Остались Во дворце Демидовых В Петербурге Со времен Акинфи И вот Среди Прочих Ценностей Вот такая Чаша Из Золото На одной Стороне Чаши По-латински Написано Сибирь С другой Стороны Оно 1724 Год То есть Он делает Предположение Что Эта чаша Из Какого-то Первого Добытого Демидовыми Золото То есть Опять же У Демидовых Они Скажем так Заботились О сохранении Своего Наследия И оставляли Какие-то Памятки В качестве Каких-то Мемориальных Объектов Скорее всего То же самое Известен Допустим В Нижнем Тагиле В Крымическом Музее Находится Медный стол В начале Года Там была Конференция Посвященная Этому Медному столу Мы обсуждали То есть Тоже там Масса загадок Датируется 1715 Годом Хотя Медипловильный Высский Медипловильный Завод Официально Запущен В 722 Году Масса Тут вопросов По этому Поводу И есть Более-менее Внятные Ответы Ну Вот Из того же Того же Порядка Пример Касательно Золота То есть Откуда Откуда Чего Как Можно Предположить Что эта чаша Сделана Из золота Опять же Вот этого Змеиногорского Рудника На Алтае Как раз Примерно Даты Открытия Совпадают Но Это все Было Тишком Это не заявлялось Это как-то Было Так Под спудом То есть Вполне Возможно Что и Вот С серебром С монетой Такие же Происходили Чудеса Ну Вот Я думаю Что на этом Закончу И лучше Отвечу На какие-нибудь Ваши вопросы Жду Вопросы Нужно Следы Искать Монеты Следы Монеты Очень Интересный Вопрос Скорее всего Ничего не найдем По одной простой причине Даже если найдем Мы Не опознаем Что это Скорее всего Здесь На Урале Мы не найдем Точно ничего Производство Вот Грубо говоря Корзину Вот этих вот Кружков Мы наштамповали В Туеса Какие-то Березовые Упаковали На плечи И помаршировали В Архангельс То есть Такие вещи А? А потому что Это был Единственный Путь Во-первых Он слабо Контролировался Правительством Во-вторых Дороги Натоптаны Были Староверами Именно Староверие Это оно Распространялось По северам У нас Центр Староверия Очень такой Мощный Скажем так Откуда Вот вся Идеология Староверия Скажем так Приходила сюда К нам На Урал Это Выговская Пустоша То есть Это все Вот там У нас Карелия Архангельск Вот именно Те места Дальше Там Единственное Место Где Производилась Ну Скупка Серебра В то время Новгород Поскольку Вот эти Вот войны Со Швецией Были Значит Со стороны Новгорода Вот здесь Вот по западной Границе Никаких Таможенных Пунктов Никакой Скупки Не было То есть Единственный Торговый Порт Это был Архангельск Соответственно Все через Серебро Шло через Архангельск И собственно Весь транзит Грузов Туда-сюда Шел через Архангельск То есть Единственное Дорога Была Туда И Скажем так Если смотреть Генеалогию Всех наших Старых Уральских Фамилий Большая часть Идет Именно Значит Соликамск Чердынь И дальше Пошло В те районы Ну Либо Грубо говоря Центральная Россия Ну тоже Северная часть Центральной России То есть ПТВ Недалеко Деревушка Недалеко От Ростова Великого В 603 году Первая перепись Допустим Была То есть Весь Вот этот Путь Он прослеживается Просто По фамилиям Посмотреть Где что Оседали Как люди И вот Как система Ямов Официальная Почта Которая Была Введена Со времен Золотой Роды То же Самое Было И у Старомеров То есть У них Были Свои Вот Эти Вот Явки Которые Фактически Потом Наши Большевики И прочие Там СССР Скопировали Соответственно Старовер Бежал Из России Он Не может Ити Постоянно Куда То Где То Ему Нужно Останавливаться Ночевать Кушать И так Далее Он Часто Идет Не Один Часто С Семьей Был Известен Путь Были Известны Населенные Пункты В этих Населенных Пунктах Были Известны Дома Кому Встать Кому Обратиться Где Тебе Помогут Обогреют Накормят И так Далее То есть Вот Это Вот Отработанная Транспортная Система Мы Сейчас Ходим С металлоискателями Находим Какие То Денежки Но Это Те Деньги Которые Существуют В обороте Которые Выпадывают Из наших Карманов Поскольку Это Были Скажем Так Валюта Иностранные Деньги Те же Таллеры Они В обороте Свободно Внутри России Не были То есть Груз Целиком Сделали Отвезли И дальше Он Либо Ушел В переплавку Либо В какую-то Перечекан Попробуй Найди Концы Не найдешь Дальше Не сомневаюсь Может быть А вы Мониторили Сайты Поисковиков Конечно Находки Выкладывают Конечно Конечно Нет Я И сам Грубо говоря С металлоискателями Да Недавно Наткнулся Идола Птица Идола Да Легко Это Легко Надо Поглядеть Что Люди Выкладывают Может быть Когда-то Вылетится Нет То есть Я Фактически Сначала Нашего Рунета Интересуюсь Этой Скажем Так Проблематикой Ну Вообще Как бы Поисковиковыми Поисковыми делами Года С 2001 С 2002 Если вспомнить Тогда Интернет Только-только У нас Так Более-менее Начинался Все сайты Были На перечет Ничего Подобного Не проходило То есть Находят Иностранные Деньги Даже Серебряные Иногда Деньги Находят Это Как правило Там Валюта Польского Королевства Еще что-то Ну 19 век Более Позднее Либо Какие-то Находки После Первой Мировой Войны То есть Там Из Германии В качестве Из Австрии В качестве Трофеев Привезенные Вот Таких Вещей Здесь У нас Не было Мне Подавали Идею Скажем Так Заняться Анализом Металла Наших Рублей Особенно Петровского Периода И Тайлеров Но Тоже Это Очень Скажем Так Большая Глобальная Работа Это Под силу Только Каким-то Группным Институтом Музеем Потому Что Ну Нужно Понимать Что Петровские Рубли Сейчас Стоят Такую Хорошую Денежку Что Мама Не горю А для Того Чтобы Был Нормальный Анализ Чтобы Была Нормальная Статистика Этих Рублей Нужно Очень Очень Много То Это Надо Поднимать Коллекции Большинства Музеев Тотально Делать Хим Анализ Тотально Делать Спектральный Анализ Тотально Все Это Сличать Дальше То Самое Делать По Западным Монетам Вот И Тоже Ничего Это Не Даст Вряд Ли Какую Это Зависимость Даст Потому Что Именно Метал Он Как В самой Европе То есть В Европе Если Так Вот Исторически Посмотреть Сначала Сначала Местный Метал Местное Там Саксонское Серебро Допустим А после Открытия Южной Америки И серебра В Южной Америке Золотые Серебряные Караваны Галеонов Потянулись Европа Первая Когда Страной Фактически Правил Меньшиков Ну Из своих Меркантильных Соображений Он Также Взялся За монету И уже На государственном Уровне Он Начал Бодяжить Сплав Добавлять Туда Сурьму Голово Еще что-то В результате Сплав Стал В такой Степени Нестабильный Что Уже После Нескольких Лет Из-за Скажем Так Обычных Климатических Изменений То есть В руках Подержал Она Нагрелась Налет Бросил Она Остыла Монеты Стали Разрушаться То есть Они стали Крайне Нестойки Они стали Очень сильно Окисляться Хотя Серебро Не должно Было В принципе Но До такой Степени Проба Упала Это Такие Скажем Так Вот Сейчас Заниматься Вот этим Анализом Ну возможно Можно Может быть И надо Но Очень глобальная Задача Которая Требует Огроменных Ресурсов И Просто Напросто Тратить Такие Ресурсы На то Чтобы Подтвердить Что Демидовы Обогащались Именно Таким Способом Наверное Смысла Нет Это Да Значит На самом Деле Вода В Черноисточинском Пруду Сейчас Достаточно Грязная И Большое Содержание Железа В ней Большое Содержание Железа Нюанс Какой Значит Как Правило Вот Такие Полиметаллические Месторождения Скажем Так У них Самая богатая Была Шляпа То есть То что Было В Корее Выветривали Во первых Это было Доступно Не нужно Делать Никакие Шахты Достаточно Просто Напросто Это все Ну С поверхности Там Шурфами Ямами Карьерами Небольшими Это все Раскапывать Значит Пока не пойдет Какая-то Коренная порода Уже там Не окислившая Не разложившаяся А здесь Она обогащена Естественным Способом То есть Вот эту Верхнюю шляпу Снимали Ну а дальше Собственно Уже и все То есть Александр Канониров О котором Я упоминал Он работал При нашем Криовеческом музее Нижнетагильском Очень известный Геолог Минеролог У него очень много Публикаций И в том числе Часть его работ Осталась не опубликована Ну К сожалению Скоропостижно Скончался Причем Смея достаточно У него такая была Ну Таинственная Не таинственная Но странная В 90-е это Годы происходило У него была Большая коллекция Минералов Может быть Из-за этого Потому что Потом Куда коллекция Делать с толком Непонятно Ну в частности Незадолго До своей Смерти Он говорил Что нашел Какой-то рудник Откуда Демидовы брали Серебро Якобы Где-то недалеко От Белой горы Опять же От поселка Уралиц То есть Что он имел ввиду Сказать сложно То есть Может быть Народная молва Уже перетолмачивает И Собственно Он указывал Вот на Уткинский рудник А может быть Что-то было еще Потому что На самом деле Вот тот район В отличие от Скажем так Кабинетных Историков И краеведов Которые сидят Там книжки Перекладывают Я стараюсь Ходить По Нашим Огрессностям И смотреть Что у нас Собственно Под ногами Делается И так это На местности Выглядит Весь этот район Перерыт То есть Там со времен Демидовых Идут Постоянные работы И они до сих пор Ведут То есть Очень Поскольку Скажем так Вдруг Как-то случайно Так вот Оказалось Что все Вот эти наши земли Которые Демидову были отданы Куда ни плюнь Везде Золото Платина И так далее Ну вот Как-то Совершенно Случайно И Собственно Даже Выбор Завода Где ставить Завод Когда читаешь Документы И то что Виниус пишет Какие он отдает Приказы Я так понял Что ему было Абсолютно Без разницы Где будет Построен Завод В Невьянске В Тагиле И так далее То есть Куда ни Не ткни То есть Где-то Именно Вот этот Вот район То есть Все равно Зацеплялись Месторождение С драгметаллами И Опять же Возвращаясь Черноисточинскому пруду По сути Он находится Здесь как раз Как-то есть С дорогой Да То есть Вот этот пруд Он Вот дорога На Невьянский завод Вот там Выше Грубо говоря Вот здесь Тагильский То есть Пруд по сути Посередине Между Тагилом И Невьянском Что из Тагила Сюда Что из Невьянска Сюда По сути Одинаково Вот И Дальше От Черноисточинска Кстати говоря Вот реальные дороги Они существовали Причем Скажем так В России Две беды Дураки и дороги Даже в те времена То есть Была официальная дорога С Екатеринбургского Завода Казенного На Кушинский Казенный завод На Гору Благодать Она проходила Естественно Через Тагил Через владение Демидовых Но Демидов Для того чтобы Речь о Бакинфе Для того чтобы Ездить из Невьянск В Тагил Он проложил Свою дорогу Через Черноисточинск Причем Дорога Демидовская Была отличная И все путешественники Ну вот Эти вот известные Экспедиции Того же Гмелина И так далее Они упоминают Что лучшая дорога В России была А казенная дорога Значит Есть переписка Да Там Обращаются К каким Слушай Говорят Помоги Там Мост через речку Какой-то Развалился Совсем А че Я буду помогать Что-то делать Казенная дорога Наши тут не ездят Вы ездите Вы Собственно За счет казны Ремонтируйте Я тут не при делах То есть Эта дорога Была убита Вот такое вот Отношение Значит Соответственно Здесь от Черноисточинска Через Висим Висимоуткинский Завод Висимошайтанский Он тогда Висимошайтанский Висимоуткинский Устютку И дальше Здесь же кстати говоря Через Черноисточинск Шла дорога Ну ее называют И Старая русская дорога Там много всяких названий Скажем так Если официальная дорога В Сибирь Через Верхотуре И там стоял Таможенный пост То вот эта вот дорога Которая шла На Кунгур С одной стороны С другой стороны Сюда на Тюмень Никаких таможенных постов Тут не было Власти пытались Ее закрывать Перекрывать Но тем не менее Ушлые Купцы Они предпочитали Пользоваться Этой дорогой И кстати говоря Попало это даже В серьезную литературу Даниэль Дефо Кстати говоря Тоже разведчик Тоже шпион Когда писал Про Во втором томе Приключений Робинзона Круза Когда тот возвращался Через Сибирь Вот он как раз Ехал Описывается Его дорога Его путь Не через Верхотуре А именно Вот эта вот Старая русская дорога Такая Леватская Скажем так Вот этими путями Очень легко было Скажем так Втайне От каких-то От властей Транспортировать Все это туда На Севера Опять же Как бы Иллюстрация Одна из иллюстраций Связей Значит Демидовых Со староверами Допустим Никита Демидов Ну Известно Что он захоронен В Туле На самом деле В завещании Он писал Чтобы его Похоронили У горы Высокой Опять же Что же Что за гора Высокая То есть Вот в Тагиле У нас есть гора Высокая Да Можно подумать На самом деле Чуть севернее Екатеринбурга Чуть южнее Новоуральска Есть такая гора Тоже она находится Есть Деревня селения Воробьи Которая На дороге Которой Пользовались Староверы На своем пути И вот На горы Высокой Там тоже Были очень известны В свое время Староверческие скиты То есть Если человек Все таки Как-то Пытался Свою Загробную жизнь Обустроить Вот таким образом То есть Завещал Чтобы похоронить Именно по Обрядам Староверия Именно в тех местах Ну надо думать Что связь какая-то Была достаточно Серьезная И опять же Один из Поводов раздора Между сыновьями Акинфия Демидова Известно Что Акинфий Демидов Большую часть Заводов Вообще Как бы Наследство Отдал Младшему Никите Акинфьевичу Вот Старшие сыновья Старшие братья Его Предъявили претензии С чего бы Это все И вообще Давайте-ка У Никиты Все заберем И подели Меж собой А на каком основании А на том основании Что его мать Там от разных жен Староверка Брак там незаконный Пытались это аннулировать То есть разборки Дошли до Елизаветы Петровны И уже непосредственно На уровне императрицы Разруливалась ситуация С наследством Демидова То есть Вот такие вот Как бы нюансы Поэтому связь Демидова Староверов Именно вот В первых поколениях Никита Демидович Акинфий Никитич И Никита Акинфиевич Ну тут Можно сказать Стопроцентное Про тот же остров Соснова Еще ходят легенды Якобы что Ну непонятно Какой-то Демидов Можно предположить Что Акинфий Значит Что на Сосновом Была там Чуть ли не дача у него Что он там Веселился С Любовницами По одной Как бы версии И одну из них Якобы Убил В каком-то порыве Не знаю По другой версии Что он там Жил с женой И там жену похоронил Ну это конечно Такая чисто легенда Но В народе Они ходят И в источниках Они отражены Поэтому Вот именно Все таки Сосновый остров И Черноосточенский пруд Это одна из таких Ключевых точек Ну опять же Вот Те археологические Исследования Которые проводились Это всего лишь разведка То есть Ребята Малыми силами Пробежались Фактически так По поверхности Посмотрели Что есть Ну немножко так Копнули Серьезно Не исследовали И Исследованиями Не подвергался Остров Воровской Вот А там как раз Вот эта вот Южная конечность пруда Она достаточно мелководная Там видимо В свое время Была такая Болотистая пойма Реки Вот Егорова Каменка Уровень там Поднялся воды Но не сильно И вот там Много таких вот Маленьких островков Которые в свое Время То есть видимо Сейчас пруд Черноисточенский Не обмерял Нет Вот Что касается Как раз Так Сейчас Сейчас Покажу Что касается Пруда Его Обмеление То есть Вот если мы посмотрим По карте глубин Да То есть Вот это Допустим Изобати возьмем То есть Вот это Вот все сушит Да Можно предположить Что допустим Если спустить его На Там Раз Два Три Четыре Метра То есть По сути Вот этот Вот Это будет уже мысл Целиком Значит Тоже вот Говорил Бороздина Вот эта вот Ямина Бороздина Она идет Поперек Руслой Горовой Каменки Что Зачем Почему Сложно Сказать Но Все как бы Про нее знают Имеется ввиду Из рыбаков Значит Вот эти вот Островки Что вороскошу Сосновы По сути Единый комплекс То есть Надо скорее всего Искать еще и на сосновом И между островами То есть тут Я не знаю конечно Методами подводной археологии Можно найти Нет Потому что находки Какие то скорее всего Маленькие Заилино Но на самих островах На всех Нужно искать Очень старательно И с большой тщательностью Что касается Обмеления пруда Самое интересное Что Пруд Вот в своих очертаниях Он фактически Никогда Не менялся Несмотря на то Что вот Скажем так Некоторые наши Историки Археологи Пишут там В отчетах Ну допустим Вот этот вот Мыс Крутики Называется На этом мысу Несколько Археологических стоянок Древнего человека И наш известный Тагильский археолог Сериков Когда описывают Вот эти стоянки Значит Он говорит о том Что они находились На берегу Вот озера Как раз Но Как я уже сказал Скорее всего Никакого озера Здесь нет А был Поскольку Здесь протекает река Здесь получается Возвышенный Такой вот Мысок Как раз На берегу реки И самое интересное По левому берегу реки Общаясь Ну с так называемыми Черными археологами Большинство из них Говорит что Чаще всего Находки По левым берегам рек В частности Допустим По Тагилу Очень плотно Ребята исследуют Течение реки Тагил Большинство находок Археологических Вот всяких Вот идолов И так далее Они по левому берегу То есть Здесь тоже Логично На левом берегу Вот этот вот мыс На небольших Каких-то горочках На небольших Таких скалках То есть Весьма характерно То есть Чего он взял Что тут озеро Абсолютно непонятно Очень часто Ссылаются На того же Паласа На Мелина Которые пишут Что вот перед нами Там озеро пруд Но По немецки Они же все у нас немцы Там Водоемы Классифицируются Не по назначению У нас пруд Ну собственно Искусственная запруда Получается Озеро это естественное А там у них Нисколько по назначению Сколько по величине Море Это мэр Озеро Зее Балтийское море Они за море Не считают Они Поскольку оно Небольшое Они считают За озеро Ост-Зее Восточное озеро То есть И здесь Скорее всего Поскольку Черноисточинский пруд Достаточно большой По площади Это один из Буквально Нескольких водоемов Свердловской области Такой величины Там сравним С Таватуем Сравним С Нижнетагильским прудом Заводским Там большой Достаточно пруд Ну немножко Аятское озеро Огромно поменьше Все таки Соответственно Палас пишет Зее А дальше Уже переводчики Начинают думать Что он имел ввиду Озеро Прут Озеро Прут Через Дефис Пишут Ну а дальше Уже по цепочке Вот это Извращение Из Источника В источник Пошло скакать Так вот Скажем так Здесь у нас Впадает речка Чауш И вот здесь Вот так называемая Канава Известное Гидротехническое Сооружение Ушковская Канава Оно было Сделано В первой половине 19 века Для того Чтобы пополнять Черноисточинский пруд И якобы Говорят Что вот Именно После Ушковской Канавы Уровень воды Поднялся Ничего подобного То есть Вот Карты Какие есть Я исследовал Собственно И берега Нет Даже намека На том Что уровень Как-то Очень сильно Изменялся Возможно Ушковская Канава Делалась Для того Что какой-то Период Было Локальное Допустим Несколько лет Там Засухи Еще что-то Соответственно Уровень Чуть падал Воды Нужно было Пускать Новое Производство Соответственно Сильнее Открывать Шлюзы Для того Чтобы Уровень Катастрофически Не упал Возможно Как бы Для этого Он еще делался Но Как бы Доказательств Подтверждений Того Что он Сильно Изменялся Нет То есть Как построили Плотину Как его Затопили Вот эту Котловину Так Собственно Он и стал Ну и опять Еще нюанс Площадь Очень большая Просто так Затопить нельзя То есть Лес Надо убирать Надо вырубать Куда он пошел На что он пошел Вот он Скорее всего Весь этот лес То есть Пока В течении Скажем так Примерно 20 лет Работал Вот здесь Вот этот Вот заводик И обрабатывал Вот эти вот Допустим Родники То есть Вот этот вот лес Который на территории Вот этого водоема Был Он шел собственно На уголь Для того Чтобы работали Печи Потом Безболезненно Перекрываем И затапливаем Забыл Это что за карта Такая Карта Черноисточинского Пруда Скажем так Основа какая-то У нее Официальная Не знаю А Отдельные Объекты Нанесены Рыбаками Откуда Предположение Что там Речь Какая-то Вот так Шла По По рельефу Дна По рельефу Дна По течению Значит Вот самая Большая Яма Вот Вот она Здесь Глубина 11 метров Дальше Вот яма Вот Вот яма Вряд ли То есть Скорее всего Это Именно Гнезда Какие-то Богатые Гнезда Вынимали Ну Тут сложно Сказать Думал я Об этом Пока Ничего Не могу Сказать Вот Отвал Отмель Вот Отмель Вот Отмель Вот Отмель Идет А вот Собственно Опять же Острова Вот Такие Нюансики Ну И так же Есть Маленькие Островки По Вот этому То есть Здесь Более Мелководный Участок Вот Это Более Мелководный Участок Вот Эта Часть Более Глубокая Котловина У него Однозначно Надо Продолжать Исследование То есть По идее Конечно Нужно Пытаться Взять Пробы Породы С глубины Вот этих Вот ям То есть Что там Было В этих ямах Это может Что-то Подсказать Ну Собственно Исследовать Дальше Исследовать Вот эти Острова Что Чего И где И как Так А Да И Насчет Размеров Насчет Обмеления Где у Нас Где у Нас Вот Вот известная Карта Ведомства Акинфедемидова 736 года Она датируется Сейчас я ее увеличу Специально Чтобы это Более Наглядно Было То есть Вот собственно Ведомства Земли Те земли Которые были Отведены Демидову Вот здесь У нас Таватуй Заметны Такие вот Водоемы Вот Черноисточинский Прод На нем Уже Показаны Острова То есть Они как Видимо Образовались При затоплении Так они и есть Но Нижнедагильский Завод У нас Достаточно Большой Водоем То есть На современную Карту Посмотреть Сопоставим По площади Его попросту Нет То есть Почему Почему Такой акцент На Черноисточинский Как бы Непонятно Но тем не менее Он есть Дальше Нюанс Какой Связанный Опять же С Татищевым Бытность Его Горным Начальником Надурайскими Заводами В 730 Годах Опять же Известный Факт Он устраивал Выгонку Староверов Описан Очень хорошо В Издании Называется Книги Старого Урала 89 Года Выпуска Татищев Старого Требовал Во-первых, они почти все поколовно были грамотные и вели свои летописи, записывали фактически все, что происходило с ними и вокруг них. И вот именно вот эти летописи, они в принципе могут послужить доказательствами той или иной причастности Демидовых к изготовлению фальшивых денег. Я думаю, что Татищев, он искал вот эти летописи, чтобы нарыть компромат на Демидовых. Потому что у него с Демидовыми была, можно сказать, кровная вражда, они там друг друга подставляли не раз. И Демидов в опалу Татищева вгонял, и Татищев доводил до того, что Демидова по домашний арест садили. Но доказать и предъявить чего-то Татищев, к сожалению, не мог. И, соответственно, описываются моменты, что капитаны какую-то церковную литературу изымают, своему шефу приносят, а шеф недоволен, начинает на них ругаться. По идее-то делалось это все под одной гребенку. Якобы для того, чтобы ересь изгнать, ну вроде ересь, вот церковная литература, что тебе надо, мы изъяли, что-то недоволен. А, скорее всего, именно все вот это недовольство, но от того, что нужны были летописи, нужен был компромат, компромат они находили. А летописи такие, скорее всего, они где-то есть. И, может быть, где-то еще сохраняются, потому что до сих пор у наследников староверов еще такие книги, они есть, просто люди как бы не афишируют, они это не показывают. Так вот узнаешь уже через соседей. Ну, допустим, вот ездили, мы в поселок Висим, бывший Висим, шайтанский завод, это один из таких оплотов староверия. Соседи говорят, что вот есть бабка, вот она, вот у нее там книги старые, еще что-то. Подходишь к ней, начинаешь что-то говорить, хотя бы просто, чтобы нам показало что-то. Ну, нет, ничего нету, ничего нету, абсолютно. А таких вот мест было достаточно много и на Таватуе. Ну, на Таватуе, грубо говоря, там вообще, по сути, у Демидова было что-то вроде дома престарелых для своих служащих и заслуженных людей. То есть там до сих пор на берегу стоит крест могилы, над могилой Гавриила Семенова. Кто такой Гавриил Семенов? Это один из самых активных помощников Никиты Юкинфея Демидова. Один из идеологов староверия, выходец Свыга, он же нашел Демидовым серебряные руды на Алтае. И последние свои годы он доживал в скитах у Таватуя, и там же как бы похоронен, могила его до сих пор сохраняется, до сих пор почитается, старовера ее сохраняет. И он был как бы не один, и многих очень таких заслуженных люди, они на покои шли именно там. И соответственно, Демидовы, они финансировали все это хозяйство, чтобы там они жили безбедно, были накормлены, одеты и прочее, прочее, прочее. Как бы, вот такой вот нюансик интересный есть. А у Канонерова не остались никакие записи, красивые? Нет, может, может... Талантливая была, не талантливая, ядрица, бешеная была. Да, значит, дома ничего не осталось. Может быть, что-то осталось в музее. Есть там какая-то карта составленная Канонеровым, еще что-то. Я просто, ну, скажем так, вопросы задавал. Были ответы, что да, чего-то есть, но, видимо, немного, никто не занимается, никто не обращается. У меня пока, честно сказать, руки не доходили до этого дела. Ничего интересного, пока не попадает? Пока никто плотно не занимался. Вообще, нужно сказать, что, несмотря на то, что у нас в Тагиле декларируется вот такая всенародная любовь к истории, на самом деле, кроме декларации, нет ничего. То есть наши музейные работники сидят на плоской попе, ждут, когда на них свалится 9 миллиардов, чтобы вбухать их в завод-музей и сделать из него какой-то там город-сад. До этого, вот, своими силами что-то пытаться делать, никто ничего не хочет. То есть есть у нас, допустим, музей изобразительных искусств, там жизнь кипит. То есть там постоянно, значит, художники какие-то выставки издают какие-то работы, издают какие-то каталоги и так далее. Ведется вот эта какая-то работа. Здесь либо вот чисто показушные для галочки какие-то мероприятия, либо просто вот тишина, никто ничего. Я знаю, что в фондах музея очень много различных материалов, различных экспонатов, которые даже не приходованы. А еще больше было, ну, скажем так, не для протокола. В 90-е годы просто-напросто украдено. Вот, насколько я знаю, там почти не осталось оригинальных наград, особенно каких-то ценных, дорогих, с драк-металлами. Не осталось ценных монет. То есть вот, допустим, идет выставка, там, вот, уральская медь или что-то в том духе. Соответственно, значит, раздел «Медная монета». Я прихожу и смотрю, вот, Николая Второго, ну, рядовая вот империя, ну, вот, она стоит копейки ее, вот, массово. Вот она присутствует. А тут же стоят монеты, ну, так называемые у коллекционеров, там, облачники, кольцевики. Видно вот прямо, что вот это вот китайские копии. Причем они даже, они даже не это, не чеканные, они просто литые. Вот свежая вот эта вот красная медь, вот, она просто прет, видно. Старую монету, ну, не доведешь ты никак, никакой чисткой до такого состояния. То есть явные такие новоделы. На им говоришь мимо ушей. То есть просто в свое время кто-то вот на копии заменил все это дело. У нас же ведь эти фабрики «Газнака», которые занимаются фаляристикой, орденами, всякими знаками, наладили производство. То есть ордена сейчас не отличишь от старых. А уж музейные работники, там, тем более. Единицы, кто вот неравнодушно занимается этим. Нашлись ушлые люди, которые просто подменили, и все, и привет. И вот краеведы тоже так вот, во-первых, это уже тоже вот клуб краеведов наш Невитагильский. Ну, не хочется, особенно на камеру говорить, но тоже, по сути, дом престарелых уже. То есть активно какой-то работы нет. Ну, есть несколько человек, ну, вливается сейчас молодая кровь, но все равно у каждого какая-то своя тематика. То есть вот пришел недавно мальчик, но он занимается фотографией, фотографами, вот это направление. Кто-то занимается там улицами, домами, адресами старыми, пытается вот карту Тагила старой восстановить именно в привязке вот адресов. Так вот серьезно, как бы, никто ничего не копает. То есть вот эта вот школа наша, вот несмотря на то, что у нас была, вернее, как бы она и есть, педакадемия, что там есть ИСФАК. Очень многие, как бы, выпускники, как бы, в городе трудятся, и в музее, и в каких-то школах, еще что-то. Серьезно, по пути историка мало кто пошел. Если кто-то идет, у него своя какая-то специфика, ну, вот Евгений Неклюдов известный автор, ну, вот он исследует вот хозяйство Демидовых, но вот он как-то уже идет по пути, допустим, Кофенгаус начал, это вот 18 век, особенно начало 18 века он исследовал. Дальше Гуськова Татьяна Константиновна подхватила это дело. Буквально недавно она скончалась, ну, возраст 90 лет, понятно. И вот ее уже ученик Неклюдов, он продолжает, то есть он уже там конец 19 века, начало 20 века, вот эти вот какие-то глобальные вопросы. А так вот опускаясь на Землю и попытаться расследовать какие-то вот такие вот мифы, какие-то легенды, ну, мало кто берется, честно сказать. Не то, что мало кто берется, вообще никто не берется. Есть очень активный, допустим, краевед у нас Андрей Леонидович Пичугин, выпустил массу книг, сам он Черновской, из Черноисточинска, и по Черноисточинску, и тут по окрестным заводам. Но своего там практически ничего не привнесено. То есть он приезжает в архивы, делает какие-то там выписки, ни анализа, ни какой-то связи у него ничего нет. То есть он... Очень много повторений у него каких-то, все, вот, ну, кучу так вот свалит, под одну обложку, и вперед, готово. Читать просто невозможно. Ну, вот такой вот как бы уровень. Тот же вот Сергей Пудовкин, у него как бы своя, то есть он как-то вот больше к военной тематике туда склонен. Вообще, как бы изначально он занимался гражданской войной. Мне лично, ну, много как бы тем интересны. И та же и гражданская война, ну, те же там Демидова, еще какие-то моменты. Я, по идее, могу много чего порассказывать еще про Ермака. Точнее, даже не сколько про Ермака, а про тех людей, которые были до Ермака. Потому что фактически...